Дорогие друзья, любители церковной истории. Сегодня мы переворачиваем очередную страницу в истории русской православной церкви. Мы с вами переходим к знакомству с монгольским периодом ее истории. Святозарский Алексей Константинович, кандидат богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии. Период этот именуется монгольским в силу того, что установившаяся на Руси монгольская ига во многом определяла и внешнее положение церкви, отчасти какие-то аспекты ее внутренней жизни. Но об этом мы сейчас с вами подробно поговорим. А для начала давайте определимся с хронологией. Некоторые историки считают началом этого периода начало Батыева нашествия на Русь, то есть 1237 год. Но, пожалуй, более убедительным здесь следует придерживаться цифры 1240 год, разорения Киева и покорения уже южной части Руси, установления господства монголов над русскими землями. Ну а дата, завершающая этот период, это 1459 год, и взята она совсем не из истории гражданской. Да, это не конец господства монголов, не окончательное освобождение от зависимости от Орды, а дата совсем иного характера. Это дата окончательного разделения единой русской митрополии на московскую и киевскую. Мы как-то с вами уже говорили, что вот некоторые даты хронологии приходится их придерживаться, ну, в силу большей значимости именно для церковной истории. И еще о хронологии, это время правления митрополитов единой митрополии. Сейчас мы их назовем митрополит Кирилл, 1243-1281 год, митрополит Максим, 1283-1305, митрополит Петр, 1305-1326, это митрополит Феогност, 1328-1353 год, это митрополит Алексий, 1354-1378 год, и следующий митрополит Киприан, 1390-1406, большой перерыв между правлениями митрополитов заполнен церковной смутой, первой крупной церковной смутой уже в монгольский период. Мы знаем, что были иерархические смуты и разделения. И в домонгольский период достаточно вспомнить историю поставления Климента Смолятича и его деятельности. Ну, а здесь вот смута, воцарившаяся в русской церкви после смерти святителя Алексия. После митрополита Киприана митрополит Фотий, 1408-1431, а митрополит Исидор, последний митрополит грек, по происхождению изменивший православию, годы его правления 1436-1441, и митрополит, избранный уже из русских, святитель Иона, 1448-1461 год. Из этих митрополитов прославлены в лике святых митрополиты Максим, Петр, Феогност, Алексий, Киприан, Фотий и Иона. Если мы обратимся к каким-то иным факторам, которые влияли на положение русской церкви в означенный период, то это, конечно, не только татаро-монгольская ига, господство монголов на Руси. Это важнейший момент объединения русских земель. Все это проходит именно в этот период, когда церковная иерархия, вообще церковная полнота, это и преподобные, и святые князья. Войны трудятся над объединением русских земель и преодолением зависимости от Орды. Это не только трагический, но и славный период нашей истории. Это период, когда произошли Невская битва, Ледовое побоище, славное Куликовское сражение, и почти завершилась ненавистная иноземная и иноверная ига. Кроме того, в этот период мы столкнемся с мощной экспансией Запада на ослабевшие, вдвойне ослабевшие теперь уже русские земли не только от феодальной раздробленности, но и от внешнего порабощения. И это фактор литовский, который во многом будет определять тенденции в церковном управлении, в устройстве русской митрополии, в конце концов приведет к ее разделению. Дело в том, что великие князья литовские, были они и язычниками, были и православными, но в конце концов они были католиками, оказались властителями огромного большинства православного и русского населения. Так получилось, почему, тоже поговорим подробно в цикле наших бесед, посвященных монгольскому периоду истории русской церкви. И одна из политических задач, которая стояла перед ними, это задача оторвать своих православных подданных от Москвы, а для этого завести собственный церковный центр, собственную митрополию. Тенденции к этому появляются уже в самом начале рассматриваемого нами периода. Что касается событий внешних, конечно, это огромная трагедия, это настоящее крушение цивилизации, цивилизации Киевской Руси или Киево-Новгородской цивилизации. Готовилось оно постепенно, исторически, скажем так. Если мы обратимся к внешней исторической конвету, в начале XIII века в Центральной Азии от Байкала до Великой Китайской стены кочевали племена монголов, так называлось, по крайней мере, самое крупное племя, монголы, они же татары, которые занимались экстенсивным скотоводством, то есть, попросту говоря, кочевали, ну, а в некоторых районах, районах северных или таежных, монголы занимались охотой. В XII веке монголы переживают период распада первобытно-общинного строя и начала феодальных отношений. Из среды карачу или черных людей, это простые скотоводы, выделяются князья, которых называли наенами, и нукеры, профессиональные воины, дружинники, которые находились в услужении вот у этих монгольских князей, владевших рабами. Довольно рано у монголов проявляются тенденции к объединению, к централизации. Вот в 1206 году на реке Оннан состоялся Курултай, или Хурал, это съезд наенов, монгольских князей, и верховным ханом, который простирает свою власть на всех монголов, был избран хан, которого наименовали Чингисханом. Его имя было Тимучин, а Чингисхан это что-то вроде титула нового имени, это посланный богом или верховный хан. Затем решено было предпринять походы военные для приобретения новых территорий. Надо сказать, что к тому времени у монголов было хорошо организованное войско. Самое маленькое подразделение это Десятка, затем Сотня, Тысяча и Тьма, или Тумен, это Десятитысячный отряд. Монголы отличались храбростью, храбрость же эта питалась строжайшей воинской дисциплиной. В частности, практиковались децимации. В том случае, если какое-то подразделение не выдержало боя с противником, побежало с поля битвы, казнили каждого Десятого. Вооружение монгольских воинов. Каждый воин имел несколько луков, два-три колчана со стрелами, боевой топор, саблю. Одет он был в кожаный панцирь и голова прикрыта шлемом. Передвигались монголы на низкорослых лошадках с мохнатой гривой. Лошадки эти в день могли делать до 80 верст при переходе. Но поскольку вот эти воинские экспедиции монголов скорее походили на переселение народа, всегда были огромные обозы, шли стада скота, которые служили пищей воинам, а иногда их женам и детям, которые двигались вместе с войском. Ну, в этом случае, да, еще когда с собой брали стенобитные орудия, вот в этих случаях войско продвигалось медленно, делая в день примерно 10 верст перехода. Ну, а какие были первые военные походы с 1211 года монголы начинают покорять своих соседей. Это уйгуры, это буряты, это эвенки, это якуты и енисейские киргизы. В 1215 году после вторжения в Китай монголы взяли Пекин, хотя все покорение огромной страны затянулось до 1279 года и параллельно с этим процессом шло завоевание Кореи. Затем поход в Среднюю Азию. Лето 1219 года 200-тысячное монгольское войско вторгается в Среднюю Азию. Монголам противостоит правитель Хорезма Мухаммад. Однако он неправильно рассчитал свои силы, войска затворились в городах, он избегал генерального сражения и вскоре пали Хаджент, Бухара, правитель Самарканда, сам открыл ворота своего города завоевателем. Мухаммад должен был бежать в Иран, где вскоре и скончался. Полководцы Джебе и Собедей, лучшие монгольские полководцы, отправляются на завоевание Ирана и Закавказья. Они разбивают армяно-грузинские войска, но встречают очень жестокое сопротивление. Понимают, что действуя так, прямолинейно, они потеряют очень много своих воинов, поэтому монголы южным берегом Каспия через Кавказ пробираются, а в северокавказские степи наносят поражение Аланам, поражение Половцам и разоряют город, который на Руси именовали Сурожем. Это древняя Сугдея или современный Судак в Крыму. Таким образом, они оказываются у самых границ Руси. Половцы бегут на Русь, они просят помощи, Половцы, тюркоязычный народ, с которым и воевали, и торговали, и враждовали, и дружили, и заключали династические браки русские князья для того, чтобы скреплять долгосрочные мирные договоры. Вот теперь Половцы просят о помощи. Надо сказать, что откликнулись далеко не все, поскольку монгольские послы уверяли, что, приблизившись к русским пределам, они воюют не против Руси, а исключительно против Половцев. Но, тем не менее, помощь все же пришла. В стороне остался великий князь, сидевший на престоле, на столе, как говорили, в Великокняжеском, во Владимире, на Клязьме, в Залесской, Руси. Ну, а пришли, то откликнулись ближайшие. Три Мстислава. У этих трех князей были вот эти вот мирские имена. Они были тезками. Это князь Мстислав Романович Киевский, а также еще два Мстислава, Черниговский и Галицкий. 31 мая 1223 года объединенные войска русских и половцев встретились с татаро-монголами у реки Калки. И произошла печально знаменитая битва. Мстислав Киевский в сражении не участвовал, стоял со своей дружиной на высоком холме и наблюдал за происходящим. Что касается Мстислава Черниговского и Мстислава Галицкого, то вместе с половцами они как-то быстро одолели монголов, которые дрогнули, побежали. Естественно, и половцы, и русские устремились за ними вдогонку. Надо было догнать и разгромить врага. И вот тут-то натолкнулись на основные монгольские силы, которые зажали союзников русских половцев в железные клещи и уничтожили. Затем татаро-монголы подступили к Мстиславу, окружили его вместе с его дружиной на этом самом высоком холме и предложили ему уйти. Уйти с миром, обещали, гарантировали и ему, его воинам сохранение жизни. Он поверил. Они его обманули. Смерть вот этих воинов была лютой. Татаро-монголы положили на них доски, сели пировать и эти русские воины были раздавлены. По всей Руси прокатилась волна ужасов. Но вот татаро-монголы пришли и потом неожиданно ушли. Несколько лет о них не было ни слуху, ни духу. Но вот эти события оставили след в наших летописях. Наш летописец пишет о той реакции, которая была на Руси после печально знаменитой битвы. Бысть, вопль и печаль по всем градам и весям. А о самих татарах пишут следующее. «Явившиеся языцы, их же никто же, добре не весть, кто суть и отколе из рещи и что язык их и которого племени суть и что вера их». Никто не знает откуда взялись и некоторые даже толковали само название татар как вышедшие из тартера из ада откуда-то они из преисподней появились, устроили вот этот первый разгром в этот раз русского воинства, но еще не русской земли и неизвестно куда исчезли. Еще пишет наш летописец о татарах. Сих же злых татар таурмен не сведаем откуда были пришли на нас и где ся опять талика бог весть. В 1227 году умирает Чингисхан, великий хан, посланный богом и его наследником становится хан Угедей. И это уже самый пролог, начало пролога Батыева нашествия на Русь. В 1235 году состоялся Хурал, Курултай, в столице монголов в городе Каракаруме и решено было начинать большой поход на запад. Во главе похода встал внук Чингисхана Батый, правивший до 1255 года он получил в наследство от деда все территории, куда ступит нога монгольского коня. Но эти территории предстояло еще завоевать. В 1235 году была завоевана Волжская Булгария, в 1235, наверное, точнее, в 1236. Ну, а осенью 1237 года монголы перешли в Волгу и вошли в русские земли. А что там происходило? Происходило то, о чем потом будут скорбеть наши летописцы, называя нравственные причины гибели русской земли, погибели русской земли, причины ее завоевания. Это грех не братолюбия. Ну, а говоря языком академической науки, это эпоха феодальной раздробленности, ну, и действительно очень ожесточенные порой отношения между князьями, которые друг с другом боролись за власть, за границы княжеств и за Великокняжеский престол. Соотношение сил татары могли выставить на тот момент 120-140 тысяч воинов, а вся русская земля только около 100 тысяч, причем непрофессиональных военных, в основном это ратники-ополченцы, которые берутся за топор, копье или меч только в случае вражеского нашествия и часто не имеют необходимой экипировки, то есть они экипированы хуже, чем те же монгольские воины. Первой жертвой монголов становится Рязань, которая зовет на помощь рязанский князь, Федор зовет на помощь братьев, князей. Ни Владимир, ни Чернигов не откликнулись, на помощь шли отряды из Промска, Мурома и Коломны, но они опоздали, они уже пришли к развалинам. Князь же Федор пытается откупиться богатыми дарами от Батыя, это не позорно, это вполне вписывается в кодос чести древнерусского князя, богатые почетные дары с тем, чтобы избавить город, ну, здесь уже казалось от неминуемой гибели, Батый выдвигает встречное предложение, я слышал, что у тебя жена красавица, отдай мне ее в жены, оскорбленный князь прерывает аудиенцию Ухана и падает уханского шатра сраженной насмерть. Монголы предъявляют рязанцам ультиматум, и здесь десятую часть они просят из всего жития, то есть из всего имения на что храбрые, гордые и обреченные защитники города отвечают не дадим, когда умрем все ваше будет и начинается жестокая сеча на шестой день татары берут город и полностью его уничтожают. Это обычная система ведения войны, если город не сдается он должен быть уничтожен, причем уничтожают его население с крайней жестокостью, с варварством, разрушают все, что в городе находятся и дома, и храмы, хозяйственные постройки, с тем, чтобы вот эта страшная слава шла перед монгольским войском и подрывала дух сопротивления в других городах и в других землях. Повторим, это совершенно обычный, жестокий способ ведения войны. С Рязанской землей связаны и подлинные истории, поэтические легенды, которые для нас имеют огромное значение, потому что в современной науке существуют разные точки зрения на природу ордынского ига, на положение Руси в составе золотой орды. Мы, конечно, об этом поговорим в следующий раз, но пока отметим, что все эти истории говорят о мужестве, храбрости, самоотверженности защитников русских земель. В частности, о Рязанской земле существует повесть о Евпатии Калаврате, который на праву именуется первым русским партизаном, который собрал отряд, ударил в тыл монголам, и все воины этого отряда погибли, вызвав восхищение у Батии, восхищение своей храбростью, воинской доблестью и любовью к своему народу. Эта и повесть об Авдотье Рязаночке, гораздо более мирная, тоже отражает отношение наших предков, которое потом веками сохранялось к тому, что произошло в 1237-1240 годах. И, конечно, история княгини Евпроксии, жены потом вдовы князя Федора, которая для того, чтобы не попасть в руки врага, вместе с младенцем сыном, бросилась с высокой башни княжеского терема и разбилась насмерть. Заразилась, как тогда говорили, но вот якобы в память об этом трагическом поступке, трагическом событии и об этом поступке княгини свидетельствует название города в Рязанской земле Зарайская. Ну, кстати, сказать, вот это вот святое самоубийство телесной ради чистоты церкови не только не отвергалось, но, напротив, княгиня Евпросинья она находилась в числе тех святых жен Древней Руси, память которых свято почиталась. Ну, а после Рязани было сражение под Коломной, Коломна прикрывала путь в Залезскую Русь и начинается уничтожение городов Залезской Руси. Пять дней сопротивляется маленькая Москва, ее обороной руководит воевода Филипп Нянька, город берут и уничтожают, ну, и затем уже настаёт черёд уже непосредственно Владимира. 4 февраля 1238 года татары-монголы подступили к столице Залезской Руси. Князя в городе не было. Сам же Владимир, прекрасно укреплённый город с золотыми и серебряными каменными воротами, с высоким валом, крепкими дубовыми стенами, был взят штурмом после того, как стенобитные орудия пробили брешь в стене. Последним оплотом защитников Владимира был Успенский собор. Все последние защитники и мирные люди, которые в храме укрылись, погибли, потому что захватчики обложили собор хворостом, подожгли, люди просто задохнулись от дыма. Но на этом бедствия русской земли не окончились, о том, что происходило. Дальше мы поговорим с вами при следующей нашей встрече. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова